Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» с вами Валерий Седов. Сегодня мы побеседуем с заместителем начальника Академии ФСИН России по научной работе Щербаковым Григорием Викторовичем. Здравствуйте! Когда люди слышат про Академию ФСИН, они представляют себе довольно узкое направление, но это совсем не так. У вас есть довольно широкое ответвление в науку. Вот расскажите, пожалуйста, об этом, как сильно делается упор на науку в институте. Да, вы знаете, научная жизнь является одной из основных составляющих жизнедеятельности нашей Академии. Безусловно, образовательный процесс на первом месте, но наука, как сопутствующая получению новых знаний, безусловно, является главным и важным и для преподавателей, и для, естественно, курсантов и студентов, которые обучаются в нашей образовательной организации. У вас проводится много научно-практических мероприятий. Расскажите о них, что это такое? Да, действительно, у нас проводится ежегодно более 60 научно-практических мероприятий, и все они связаны с темой уголовной исполнительной системы. В связи с тем, что мы готовим специалистов для пенитенциарной системы, мы должны соответствовать требованиям учредителей и разрабатывать те научные проблемы, которые касаются именно вопросов исполнения и отдувания уголовных наказаний в местах лишения свободы. Ну и таким образом, безусловно, это прежде всего и научные разработки, подготовка практических рекомендаций, учебников, учебных пособий, монографий, написание научных статей, это разработка новых каких-то научных продуктов инновационных, ну и, безусловно, где это все опробировать? Это все опробируется в рамках научно-практических конференций, в том числе и среди ведущих ученых, ну и, естественно, начинающих молодых курсантов, слушателей, студентов. Таким образом, у нас ежегодно проводится более 60 таких научно-практических мероприятий. Одно из ближайших событий – это пятый международный форум преступления, наказания, искупления. Что это за форум? Да, действительно, пятый международный пенитенциарный форум проводится в Академии с 2013 года. Регламент его проведения установлен не реже одного раза в два года и, таким образом, в этом году будет уже пятый, можно сказать, юбилейный форум, посвященный пенитенциарной тематике. Конечно, это событие является одним из центральных и не только, в общем-то, в деятельности Академии, но и всей Федеральной службы исполнения наказаний, но и, я не побоюсь этого слова сказать, и в целом мировой пенитенциарной науки. Почему? Потому что, как правило, на данное мероприятие собираются ведущие специалисты, ученые в области пенитенциарной науки и практики, которые обсуждают наиболее актуальные злободневные проблемы, которые связаны с деятельностью уголовно-исполнительных систем различных государств. А опыт проведения таких мероприятий, опыт общения с нашими зарубежными партнерами подсказывает, что эти проблемы носят очень часто такой типичный характер и имеют такие какие-то общемировые тенденции. Поэтому интерес к данному мероприятию очень большой, и мы к нему, естественно, готовимся. Он запланирован в ноябре текущего года. Единственное, как вы понимаете, опасение наше связано с тем, что продолжающаяся пандемия, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, может каким-то образом вмешаться в регламент проведения данных мероприятий. И мы сейчас этот вопрос как раз согласовываем с нашим учредителем. Мы говорим комплексно, а вот, например, если выделить детали на прошлом таком международном форуме, какие вопросы обсуждались, какие злободневные темы были подняты? На прошлом пенитенциарном форуме в 2019 году такой красной нитью, основной темой, лейтмотивом всех мероприятий был процесс исправления. Мы говорили о том, что подчас наращивая какие-то нормативные, какие-то производственные, экономические мощности, мы забываем об основной цели уголовно-исполнительной системы – это исправление осужденных. И именно этому был посвящен предыдущий форум. Безусловно, очень много было интересного и полезного, были подготовлены рекомендации. Мы как раз сейчас занимаемся анализом выполнения тех рекомендаций, которые прозвучали на четвертом форуме. И, готовясь уже к форуму пятому, мы, естественно, учитываем и тематику предыдущего форума, но и смотрим в будущее. Дело в том, что вы прекрасно знаете, 2021 год в России заявлен годом науки и технологий. Уголовно-исполнительная система – это одна из составляющих, в общем-то, нашего государственного устройства, требующая в том числе дальнейшего научного и инновационного развития. Поэтому, скорее всего, основным лейтмотивом пятого форума будет являться инновационное развитие, модернизация уголовно-исполнительной системы по всем направлениям. И правовым, и экономическим, и психолого-педагогическим, и всем другим аспектам, отражающим жизнедеятельность уголовно-исполнительной системы. Научной работе уделено большое внимание, но как-то она поощряется у студентов и курсантов? Мы, конечно же, стараемся то, что возможно в наших силах использовать и мотивировать наших курсантов и студентов на занятия наукой. Но вот по нашим скромным подсчетам, такую достаточно активную позицию в научной деятельности Академии занимают порядка 300 курсантов и студентов. То есть, это те ребята и девчата, которые активно участвуют в конкурсах, олимпиадах, пишут научные статьи, публикуются в журналах и так далее. Естественно, это не остается без внимания. Для курсанта занятие научной деятельностью – это составляющая его служебной характеристики. Это, безусловно, получение дипломов и, скажем так, бонусов в виде дальнейшего продвижения по научной лестнице. Ну, допустим, например, после окончания у нас курсант, отработав два года, имеет возможность поступить в адъюнктуру Академии, аналог аспирантуры гражданского ВУЗа. И у него уже в запасе будут научные статьи и публикации, которые, естественно, сделают ему преимущество при вступительных испытаниях. Ну, а так, безусловно, конкурсы поощряются и руководством СИН России, руководством Академии. И, естественно, это мы учитываем при дальнейшем, скажем так, прохождении службы, где курсант распределяется и получает определенные какие-то должностные перспективы с учетом своих научных достижений. Мы говорим о том, что многие конференции, они международные. Вот хотелось бы остановиться на вопросе сотрудничества с зарубежными ВУЗами и организациями. Да, на сегодняшний день у Академии достаточно широкий спектр международных связей, и эти связи подкреплены различными договорами, соглашениями, меморандумами. Вот на сегодняшний день мы имеем формально связи с 28 организациями и учебными заведениями иностранных государств из 13 стран. Безусловно, все наши научные мероприятия, все наши, ну скажем так, взаимодействия, они основаны на такой взаимовыгодной основе как для Академии, так и для нашего зарубежного партнера. Таким образом, у нас вот, допустим, за 2020 год было подготовлено 15 совместных научных разработок, в том числе практические рекомендации, в том числе методические разработки по работе с отдельными категориями осужденных и, естественно, наработки, связанные с внедрением в образовательный процесс. То есть вот эти разработки, они полезны как Академии и в целом образовательным организациям в СИНТАК и нашим зарубежным партнерам. Поэтому, конечно, мы стараемся связь не терять, поддерживаем эти отношения. И вот буквально в этом году у нас истекает срок соглашения с рядом вузов-партнеров, и мы планируем продолжить с ними отношения, подписав соответствующие соглашения. Это и Народная полицейская академия Министерства безопасности Социалистической Республики Вьетнам, это и азербайджанские вузы, и белорусские вузы. То есть это те наши партнеры, с которыми мы сотрудничаем уже очень давно. Говоря о мероприятиях на 2021 год, какие ожидаются? Буквально через неделю с 22 по 26 марта будет проведена традиционная неделя творчества курсантов и студентов образовательных организаций в СИН России, приуроченная ко дню работника уголовной исполнительной системы. И здесь мы уже по согласованию с нашими санитарными врачами планируем провести мероприятие в очном формате, ну с соблюдением соответствующих норм. Но тем не менее это уже первый хороший шаг, и у нас будут участвовать и наши вузы в СИН России, и вузы города Рязани, безусловно, вузы города Москвы, Саратова, Нижнего Новгорода. Много будет мероприятий и в том числе в дистанционном режиме, но я надеюсь, что вот такой вот комплекс мероприятий позволит нам в полном объеме уже зафиксировать проведение недели творчества, ну со всеми вытекающими отсюда последствиями и с выпуском сборника, и с общением курсантов и студентов друг с другом. Ну и, естественно, получить заряд такой хорошей бодрости на весь 2021 год. А говоря о мероприятиях научной направленности? Мероприятия научной направленности, ну помимо форума и недели творчества, у нас еще с 2015 года проводится мероприятие в рамках проекта «Визитная карточка кафедры». То есть каждая кафедра академии, коих у нас 24, в течение года планирует и проводит свое научно-практическое мероприятие совместно с одной из ведущих кафедр, либо вузов нашей страны. И за последнее время статус и уровень данных мероприятий неуклонно растет. Среди наших партнеров, которые проводят и участвуют в таких мероприятиях ведущие вузы, действительно, Российской Федерации. Это и Московский государственный университет имени Ломоносова, и МГИМО, и Санкт-Петербургский университет, и целый ряд ведущих вузов ведомства МВД, Министерства обороны. То есть мы работаем с нашими партнерами, мы находим общие точки соприкосновения, мы общаемся и, в общем-то, находим очень хороший положительный отклик. Поэтому я думаю, что все визитные карточки, все 24 этих мероприятия в академии или в академии, или на базе вуза-партнера будут обязательно проведены в этом году. Мы говорим о том, что в вузе очень много научных разработок, очень много студентов, которые занимаются наукой. И такой вопрос, а кто из вуза составляет такую элиту российского научного и образовательного сообщества? Да, вы знаете, вот здесь очень хороший мостик можно перебросить с нашими научными школами, которые развиваются у нас в академии. И мы не так давно провели ревизию, ну и, скажем так, перезагрузку научных школ академии. Безусловно, академия, начиная с 1970 года, когда она стала высшим учебным заведением, получила очень серьезный такой стимул научного развития в виде создания на базе тогда еще Рязанской высшей школы МВД СССР проблемной лаборатории по вопросам исполнения и отбывания уголовных наказаний. Именно в то время были положены основы, научные основы разработки проблем работы с различными категориями осужденных. И мы попытались в последнее время оттолкнуться именно от этого основания и разработали два основных направления. Это направление, связанное с организационно-правовыми основами деятельности уголовной исполнительной системы и проблемы, связанные с психолого-педагогическими вопросами функционирования уголовной исполнительной системы. И в рамках этих направлений было создано и обосновано, скажем так, восемь научных школ, которые сейчас функционируют в Академии. И как раз активные участники и нынешние, которые стояли у истоков этих научных школ, и составляют на самом деле элиту науки, в том числе элиту пенитенциарной науки, как в области юриспруденции, так и в области экономики, в области педагогики, психологии. В общем-то, я думаю, что многие учебники, посвященные проблемам и вопросам исполнения отбывания уголовных наказаний, пишутся именно здесь, в Академии. Именно пишутся основателями и дальнейшими активными участниками наших научных школ. Григорий Викторович, спасибо большое, что согласились уделить нам время, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире.